Всем привет, с вами это я, Эйдар, и вы, наверное, такие, где я... Где я? Что? Я же загрузила новую эйдер, а какая здесь? Что? Фанатки. Ооо, ребята, что это такое? Я загрузила новую игру, чтобы снять обычное видео. Ладно, хорошо. Всем привет, с вами это я, Эйдар, и сегодня, ребята, я решил, ну, то есть я такой думал, что, ну, нужно просто снять обычный спидрант, а просто с обычным челленджем. И я увидел в комментариях, что меня просили сделать баги и секреты Half-H2 Lost Cause. И я такой подумал, ну, в принципе, да, ну, прикольное же видео получится, поэтому давайте. Ну, реально же прикольное видео, ребята, получится. Поэтому я начинаю рассказывать, и начнем мы, ребята, с секретов. И первый, ребята, секрет уже у нас хранится вон там. Кстати, с чайками тоже будет один секрет и даже один баг. Вот такие чайки у нас такие. Крутые. Если мы сюда пойдем к этому кораблю, если мы там через камушки перепаркурить, то можно достать, ну, взять вот эти вот патроны от револьвера, взять там, не знаю, коробки и взять вот этот крюк. Я не знаю, чем у деда, ну, ладно, и так, кстати, у него есть такой вот, ребята, крюк. Вот, видите? Когда вы будете проходить вот это вот, ребята, место, ну, естественно, встретите врагов. Так, скрипт не сработал. Вот. Вы должны, ну, вы можете здесь встретить врагов, когда вот так вот вы уничтожите их, ну, вы, конечно же, начнете собирать тайники, ну, это тайниками даже не назвать сложно, просто такие коробочки, боеприпасы вот здесь, ну, редко кто собирает. Ну, ребята, редко кто из пидрамеров вот это собирает. Ребята, ну, если очень внимательно могли заметить вот эту вот лестницу, кстати, это, этот тайник я взяла с канала Тазик-29, поэтому подписывайтесь на него. Хотя, кому я говорю, сто пудов половину моего канала знают, кто такой Тазик-29. Даже сам Тазик-29, может быть, скоро усмотрит мои видео. А, ладно. Вот, вы нашли там тайник, и тут, ребята, у нас будет одна граната и одна аптечка. Ну, вот, все, секретки почти кончились, остается последняя, ребят, секреточка. Вот, вы встречали деду того в начале, ну, в самом начале игры. Оказывается, тут есть такой маленький, менее другой вообще сюжет, ну, вот этот город, и как там пожелают, значит, наши люди. Ну, там, люди пожелают. И смотрите, этот дед, ну, в одном из своих видео, там, интересный фактор про Ха-5-2-Алус-Кос, я говорю, что этот дед иногда может сказать, ничего нет печальнее, чем пустая ловушка для крабов. Но, оказывается, он говорит еще дальше. То есть, мы долго стояли здесь, и он сказал, ничего нет печальнее, чем пустая ловушка для крабов. Он, я подумал, что он просто сказал это для того, чтобы там, ну, все, чтобы он напомнил о себе. Но, ребят, разработчики такие крутые, что они сделали даже такой маленький сюжет, как поживают вот там люди в этом городе. Ну, и чем они, собственно, питаются. Ну, вы могли бы понять, что они питаются крабами. Но, ребят, он может сказать, печально, что их съедает кровопийца. И, если мы убьем ровно три чайки, если мы уничтожим три чайки, это, я скажу вам, очень тяжело сделать, потому что, потому что, потому что, ну, ну, я даже так не могу попасть. Он начнет, кстати, говорить, если, ну, убьем какую-то нибудь чайку, он начнет трындить. Не получается, ребят, у нас ее уничтожить. Бессмертная чайка, ребят. Что? Я не понимаю, как они не умирают. Ладно, хорошо. Давайте мы одну специальную команду ведем. Она нам поможет восстановить абсолютно... Должна была помочь восстановить абсолютно все. А вот, ребят, теперь... А вот он. И третий чайк мы должны уничтожить тоже. И вот, ребята, оказывается, смотрите, у нас разворачивается такая ерунда. А значит, вот эти люди едят крабов. Ну, потому что других, наверное, изделий нет. И, скорее всего, те крабописи, которые там находятся, они едят и крабов, и рыб. А крабы, ну, так, наверное, более сильнее, чем рыбы. Поэтому их, ну, немножко больше, чем рыб. И это обозначает то, что, ну, конечно же, они, естественно, будут есть больше крабов, чем рыб. И, ну, можно было задуматься, а если, ну, то есть, почему тогда крабов, ну, вообще прям не осталось, потому что, ну, их же едят, как бы, едят кровопийцы вот эти, которые вот там находятся. Они, кстати, нас тоже могут дамажить сквозь костюмы. Это в чайке. И, ребят, давайте дальше попробуем. Дальше, ребята, у нас начинается ерунда, можно сказать, я не знаю, как это назвать. Дальше мы понимаем, что эти чайки поедают кровопийцы. И поэтому кровопийцев не так уж и много. И давайте, ребята, я, наконец-то, вам расскажу баг с чайками. Если мы убьем чай, давайте попробуем у него победить. Ну, то есть, мы убиваем чайку, и он нас, в принципе, и он нас, в принципе, прям говорит нам в лицо, ты чайку убиваешь? А когда мы к нему подойдем, он нас только начинает замечать. Вот это связано с багом. И есть еще другой баг, прям, если мы присядем и будем нажимать пробел, то мы не будем получать урона от пьялок. И так можно спокойно доплыть до этого острова. Да, это очень легко. Да. Все. Тут чайки у нас закончились. Ну, вы можете сказать, Айдар, Айдар. А есть ли еще разные там баги, ну, или хотя бы недоработки? На самом деле, недоработки тут, конечно, ну, естественно, есть. Естественно, есть недоработка одна. Как попасть вот, на вот этот вот город и остров. Наверное, даже Тайзика 29 об этом не знал. Ну, естественно, не смотрел мое видео. Мы должны... Ладно, да. Тогда воспользуемся трюком Тайзика 29, да. Естественно, я не смог им воспользоваться. Ладно, тогда я использую свою версию более облегченную. Если мы сюда придем, вот этих уничтожим шубриках, вот так вот уничтожим, уничтожим, вот так вот сделаем, вот так вот сделаем. У, пока! Почему он не умер? Чего-то не сдох. Вот так вот, значит, мы сделаем так, и вот когда мы до сюда доходим, мы могли попасть, значит, вон туда. Ну, ребят, ну, а вы спросите, айдарь, а как же нам попасть на тот... на тот город? На самом деле, это очень легко. Вы должны вот так вот идти, идти, и, конечно, зайти в этот замок. А вам что нужно? Вам пригодятся, значит, ну, тайники. Тайников вам понадобится очень много. Ну, и хп-шек вам понадобится, не меньше. Так, это бак. И, ребята, вам нужно будет вот так вот сесть, и вот так вот прийти сюда. И вот такой простенький бак, можно еще здесь вот так вот немножко упасть. Эм, да. И здесь можно прокатиться. Ну, если это вы хотите быстренько прям сделать, то вы можете вот так вот сделать, потом прыгнуть сюда, да, но... Ну, вы тут можете, естественно, проходить, а потом прыгнуть сюда. Все. Ну, ребята, есть еще более быстрый способ. Вот. Мы сюда снова идем, ребят. Есть... Ну, шутка. Есть еще более лучший способ, где вы вообще почти не получите урона. Вам, ребята, нужно всего лишь ждать его до этого города, и... Да. Ну, конечно, ребят, не дли, но ничего страшного. Я думаю, у вас времени много. Да. А вы должны, ну, если вы хотите, вы можете сделать здесь, сделать банихоп. Не знаю, зачем вам банихоп здесь нужен. У! Вот это да. И мы не получили урона, как вы видите. Мы уже в городе, да. Ну, не обращайте внимания, потому что разработчики даже не думали, что мы здесь окажемся. Ну, конечно, они же не думали. Ну, они же не думали, что здесь окажется вот этот вот гений, который решил сломать абсолютно за пару секунд всю хафать два лоскоста. Вот здесь, ребята, по склону аккуратно спускаемся, не получаем урона, как вы видите. Вот, идем, вот, ребят, до сюда. Когда вы дошли до сюда, вы должны аккуратно спуститься, не получив естественного урона. Сюда даже не прийти. сюда нужно прийти. И после вы можете вот так вот прыгнуть в воду. Все. Все. Ну, мы получим урон только вот здесь, когда будем спрыгивать. А если вы будете еще аккуратно, ну, если мы спрыгиваем тут, вы не получите урон. Ну, если вы, конечно, будете аккуратными и не будете прыгать вот так вот отсюда, прямо не будете. Ну, ребята, всем удачи, всем пока. С вами был Айдар. Пока-пока. Я вам показала секреты, банки, недоработки, вот это вот все. Поэтому, всем удачи, всем пока. С вами был Айдар. Пока-пока. Интересный факт, тут есть такой маленький петель, по которому можно пройтись вот так вот. Да. Пока.